Буквально на днях в этом зале журналист газеты «Комсомольская правда» в Рязани Евгений Баранцев презентовал свою новую книгу «Рязань. Обратная сторона фронта». Она стала продолжением другого труда, выпущенного в прошлом году под названием «Рязань. 12 эпизодов войны». По словам автора, эта книга, так же как и предыдущая, рассказывает о жизни нашего города во время Великой Отечественной войны. Здесь рассказано и о работе и в госпитале, и о немецких разведотрядах, которые перешли границу современной Рязани, и о знаменитом советском писателе Константине Симонове, который провел детские годы в Рязани, живя здесь и учаясь в нынешней школе номер два, о его отношениях с одноклассниками, которые он продолжал на протяжении всей жизни, о роли Рязани в его военных произведениях. В общем, собраны самые разные эпизоды, так или иначе связанные с городом Рязани, и все они, естественно, связаны с Великой Отечественной войной. Книга дополнена иллюстрациями художника Александра Сырова, а также уникальными архивными материалами, среди которых снимок поселка Дягилево, сделанный немецкой разведкой 15 сентября 1941 года. Однако, помимо работы над книгой, Евгений Баранцев и его коллеги в преддверии годовщины Великой Победы решили проверить бытующее в нашем регионе мнение о том, что Рязанская земля дала стране больше всего героев Великой Отечественной войны. Так и родился проект «Родина героев», презентация которого прошла в библиотеке имени Горького. Изначально мы планировали делать просто статью, материал, но когда столкнулись с этой проблемой, с темой как таковой, то выяснилось, что никто и никогда не считал героев Советского Союза применительно к разным регионам. И уж тем более никто не считал их применительно к тем регионам, где они родились на момент рождения. Потому что вы знаете, что в первой половине 20 века административно-территориальное деление изменялось постоянно, и какие-то районы, города переходили из одной территории в другие, из одного региона в другой. И только когда журналисты взялись за реализацию проекта, они поняли, что такую колоссальную работу им не выполнить в одиночку. На выручку пришли сотрудники библиотеки имени Горького, которых данный проект заинтересовал не столько возможностью подсчитать количество героев-ризанцев, сколько идеей объединить этой работой различные регионы и даже страны, которые раньше входили в состав Советского Союза. Объединить ее для того, чтобы те далекие страны, к сожалению, некоторые очень далекие сегодня, хоть и находятся совсем рядом, и территории, некоторые из которых пытаются откреститься от победы и от своего участия, или занять какое-то очень сомнительное место во всей этой истории, напомнить о том, что это не так. Что наша вся страна воевала тогда, объединенная общим стремлением победить фашизм. На протяжении трех месяцев порядка 30 человек работали с 13 тысячами фамилий и систематизировали их по регионам, причем сразу в двух временных плоскостях, то есть выясняли, где родился герой и какому региону относится этот населенный пункт в настоящее время. На сегодняшний день работа продолжается, и на презентации проекта подведены только промежуточные итоги. По состоянию на 2018 год, вот в тех границах, в которых сейчас находится Рязанская область, по числу героев Советского Союза, которые родились на этой территории, область входит в первую десятку. Она занимает ровно десятое место. Конечно же, тем, кто работал над проектом, важно не распределение регионов в соответствии с количеством рожденных там героев. Важно то, что таким образом они смогли почтить их память и открыть новые имена рязанцев-героев Великой Отечественной войны.